Очень много было проведено, но на основе анализа порядка 70, чуть больше источников, можно выделить некоторые магистральные линии исследований, основные тенденции, в рамках которых проводится исследование наиболее интенсивно. То есть это самые мощно представленные направления. Конечно, не все, но именно такие основные, где исследования проводятся больше всего. Ну первое, мы будем двигаться от одного направления к другому, и первое, которое я условно выделила как направление, это изучение особенностей развития одаренных детей в разные возрастные периоды. То есть это такое изучение классическое, различных проявлений, одаренных детей на разных этапах, так сказать, уровня. Вот и длину это. Следующий слайд, пожалуйста. Мы к этому будем возвращаться. Вот на нескольких слайдах я выделила даже те институты, в которых проводятся исследования. Хотя, кстати, вот этот неправда здесь не представлен, потому что я думала, что Дмитрий Витальевич сам это представит. Поэтому не обижайтесь, кто из института академического, эти исследования просто не включены. На самом деле, они, конечно, не имеют. Значит, мы видим с вами, что исследования, если говорить о нашей стране, интенсивно проводятся в разных учреждениях. Хочется отметить большую, так сказать, группу исследований, которая была выполнена в Иргутском университете. Здесь у нас присутствуют представители этого университета, где интенсивно, так сказать, изучалась эта проблема по отношению к детям подросткового и юношеского возраста. Сразу хочу сказать, что вот это изучение особенностей проявления отдаленности на разных этапах онтогенеза в большей степени, наиболее интенсивно изучается период именно подросткового и юношеского возраста. То есть исследований, касающихся дошкольного периода детства, младшего школьного возраста, значительно меньше. И, видимо, одной из причин таких интенсивных исследований в области подросткового возраста и юношеского, как мне показалось, связаны с тем, что сейчас огромный интерес вызывает именно изучение личности, особенности личностных проявлений. Ну, и коль исследователь обращает внимание свое именно к изучению личностных особенностей, то понятно, наверное, что подростковый возраст, юношеский возраст становится вот в центре исследований. Хотя, конечно, проведены исследования в области дошкольного детства, в частности, исследования Биловой, она нам сегодня расскажет, Елена Сергеевна, и других, они касаются, конечно, негатива. Но в основном это подростковый период, и основная проблема, которая изучается, это особенности проявлений вот этих личностных особенностей, личностных, инфрационных характеристик. И эти исследования проводятся как сравнительные, то есть изучаются особенности этой группы детей по отношению к городу, условно-инфрационной дисциплине. Что хочется отметить в отношении исследований зарубежных, да, вот мы видим с вами несколько ссылок на зарубежные исследования, часть из них носит именно обзорный характер, на который я старалась ссылаться. Хочется отметить ту особенность, которая отмечается вот большинством зарубежных исследований и вызывает наступительный интерес. Опять же, интерес к изучению личностных, личностных характеристик, и в частности, выделяется такая особенность одаренных детей, как центральная, как привлекающая особое внимание и особый интерес. Это потребность в развитии, стремление к саморазвитию, страсть к овладению чем-то. Вот эта, так сказать, характеристика, она изучается разными исследователями, подчеркивается, как наиболее значимое в становлении, в раскрытии, в реализации именно одаренности на последующих этапах жизни. Следующее направление, которое, вот в рамках этого направления мы тоже сегодня послушаем, поступляют сообщения, надеюсь. Следующее направление — это изучение видов одаренности. Тоже достаточно традиционное направление, тоже достаточно традиционное направление для, как для нашей отечественной психологии, как и для зарубежной. То есть исследователи разных стран продолжают изучать специфику различных видов одаренностей. Изучается музыкальная одаренность, художественная, одаренность в области спорта, шахматы. То есть, так сказать, целый, так сказать, спектр исследований в этом направлении проводится. Есть такие исследования, как у нас, есть такие же зарубежоны. Что здесь интересно? Интересно, что вот исследования, выполненные как в нашей стране, так и в обежу, они существенно расширяют вообще представление об особенностях проявления одаренности и факторах ее становления в облакетинезе. Фактически эти исследования приводят, результаты этих исследований очень сильно влияют вообще на представление подаренности. И именно исследования, выполненные в рамках вот этого направления, изучения разных видов одаренности, они, в общем-то, поставили под вопрос, так сказать, то, что надо подойти к тому, чтобы пересмотреть само, так сказать, определение одаренности и таланта. Что надо расширить это понятие, да, то есть когда-то в конце, так сказать, 20 века уже, так сказать, психологи подошли к пониманию того, что надо расширить представление одаренности, да, то есть более широко понимать эту понятию. Сейчас опять, так сказать, этот вопрос, так сказать, психологи, но в основном внутри тех исследований, которые были выполнены вот в рамках изучения различных талантов. За счет чего расширять? Надо, так сказать, в список, во-первых, талантов включать, так сказать, те, которые выходят за, так сказать, тракты академических областей, да, то есть это, так сказать, множество тех талантов, которые традиционно, так сказать, были, ну, как бы на обочине рассмотрения, да. Теперь, значит, они, так сказать, предлагаются, так сказать, украшили за счет этого перечки, так сказать, возможных талантов, возможных областей, и что здесь интересное получено, так сказать, что является важным для общепонимания самого феномена одаренности и изучения дальнейших путей. Именно в рамках этого направления показано, что отсутствуют единообразные профили интеллектуальной способности для этих детей, да, то есть нет вот этих диагнозов, единообразных профилей. Существует значительное расхождение вот этого профиля. Например, данные есть очень противоречивые, конечно, в разных исследованиях, но, тем не менее, они существуют, они показывают вот такие особенности. В частности, исследования в американских, исследования в области музыкальной одаренности показывают, например, отсутствие связи общего интеллекта, например, либо отсутствие связи, либо очень слабая связь между общим интеллектом и музыкальной одаренностью, да. То же самое в области художественной одаренности. То есть вот такие данные, так сказать, приводятся, причем выполнены на огромном материале и такие достаточно мощные исследования, включающие и лонгитюдные исследования, пусть не в небольшом периоде времени, но, например, период, охватывающий там подростковый и юношеский возраст и уже профессиональное восстановление, ну, по нашему представлению, в конце концового года, да, то есть начало жизни. Значит, есть и другие, так сказать, исследования, которые показывают вот наличие вот этих совершенно индивидуальных профилей и то разнообразие, которое существует при вот различных, так сказать, талантах, которые проявляют себя в этих областях. Следующее направление тоже, так сказать, революционное направление, так сказать, если у нас, мы говорим, через виды одаренности идет вот расширение само представление об одаренности, измерение представления о том, как она должна быть представлена и какие порты существуют. Следующее направление тоже, так сказать, это дает, так сказать, следующий свой вклад такой очень мощный и очень сильно изменяет наше представление об одаренности. Это изучение неуспешных одаренных школ. Надо сказать, что вообще признание существования неуспешных одаренных школьников само по себе является таким вот как взрывом, да, вот в области наших представлений об одаренности. Надо сказать, что в зарубежной психологии, значит, эта проблема была поставлена значительно раньше и исследования начались значительно раньше. Мы видим с вами вот работа Линнер в 91-м году, тоже обобщена, уже пока работа, где четко уже, так сказать, прослеживается и ставится вопрос о существовании детей, так сказать, неуспешных, тех детей, которые имеют проблемы в обучении. И, так сказать, мы видим, что отразно заметить сейчас, что в нашей стране, вот начиная вот как раз фактически с третьего тысячелетия, эта проблема, она, так сказать, начинает занимать достойное место и расследование отечественных, и мы видим работы серьезные, диссертационные в том числе, которые так или иначе посвящены этой проблеме. Почему мы говорим, что это, так сказать, эволюционизирует представление об одаренности? Ну, здесь очень важно понять, что действительно признается вот существование выдающихся достижений в какой-то, так сказать, одной области при отсутствии какого-то успеха в другой. Есть исследования с рук держаной, очень мощно представленные, которые убедительно показывают такие достаточно характерные диспрофорции, например, наличие выдающихся пространственных способностей и трудности в обучении, так сказать, языку, да, проблемы, связанные с усвоением, например, языка, да, чтения и так далее. Значит, это может проявляться в разной степени, но, тем не менее, эта проблема очень, так сказать, такая яркая. Ну, наше отечественное исследование, так сказать, затрагивает эту проблему. Мы сегодня послушаем сообщение и Багеменской, Марии Евгеньевны, и Петровой, и Светлана Леговна, которые так или иначе подходят к этой проблеме вот неуспешности, к проблеме дезинфекиноза, дисохранения в расхождении, расхождении в развитии технических способностей. И хочется здесь еще отметить, еще одна, так сказать, важную вещь, то, что на 11-й Европейской конференции, которая прошла в 2008 году в Праге, это направление исследования было выделено как одного из центральных, перспективных, многообещающих, которые позволят решить очень многие проблемы, связанные с развитием одаренных детей, с их поддержкой, с их, так сказать, реализацией их, так сказать, одаренности. Следующее направление, которое у нас традиционно тоже уже, можно сказать, изучается, это изучение гендерных особенностей. Гендерные особенности одаренных детей тоже представлены как в отечественных исследованиях, так и в зарубежных. Ну, надо сказать, что это не новое направление, то, что дети неуспешно одарены школьники, это для нас что-то еще новое и интересное. Гендерные особенности изучались так или иначе всегда, но сейчас это, так сказать, приобретает такое движение, ну, это направление приобретает, так сказать, набирает силу, и в этом направлении очень много проводится исследований, которые специально направлены на изучение гендерных особенностей. Ну, здесь можно выделить две категории, две темы изучения гендерных особенностей. Одна более традиционная, так сказать, для нас, для нашей отечественной психологии, но она представлена деубежной психологией, это такие сравнительные исследования, да, излучаются особенности проявления, ну, поднятения способностей, мотивационных характеристик, личностных у девочек и мальчиков. То есть сравнивается и выясняется, так сказать, различия в достижении, в проявлении способностей и так далее. Это как бы одна тема сравнительная. Ну, в рамках этого направления получено много данных, но сразу надо отменить, что данные очень противоречивые. То есть в рамках даже одного и того же исследования бывает, получается, так сказать, разные данные, когда берутся разные выборы, если вы будете. Ну, что говорить уже, так сказать, о странах других, понятно, что, так сказать, восхождение данных, полученных между странами, довольно сильное. Ну, понятно, что, так сказать, это подчеркивает тот факт, что социокультурные условия, да, они вносят большой вклад именно вот в развитие и в проявлении тех или иных гендерных особенностей, да, то есть вот такое разнообразие данных противоречий между данными, которые есть в разных странах, они подчеркивают значимость вот этого социокультурного. Вторая тема в рамках этих исследований связана с изучением как бы тех факторов, которые ответственны за вот эти гендерные различия. То есть не просто сравнить исследования, да, чем отличаются они от других, а именно, так сказать, какие факторы ответственны за вот эти вот различия. И в рамках этих исследований тоже проводится очень интересная работа, которая, ну, так сказать, строится по типу нашего формирующего эксперимента, да, то есть смотрится, ну, какие факторы могут, например, способствовать развитию тоже успешности у девочек, да, потому что у нас есть данные, что девочки там с определенного возраста, так сказать, проявляют меньше достижения, чем мальчик в каких-то, так сказать, сферах определенных. Так вот, применение различных программ, которые направлены на, там, повышение самооценки, например, у девочек, да, вот, повышение, так сказать, уверенности в себе, да, они дают эффект, действительно, девочки начинают проявлять более высокие достижения и, так сказать, иногда даже, так сказать, превосходить мальчиков и так далее. То есть вот такие две темы, они по-прежнему актуальны, много исследований, много очень спорного. Понятно, что, так сказать, значимость, еще раз подчеркиваю, социокультурного контекста огромная, но тем более это открывает, так сказать, такой большой ресурс для, вот, именно поддержки и развития, вот, в частности, девочек отдаемых, да, у которых есть свои специфические проблемы, вот, связанные с реализацией отдаемой экспериментации во взрослой жизни.